всем привет с вами павел басманов и как вы видите на своих экранах сегодня будем разговаривать о наших кодировщиках для видео а об этом собственно кодировщики перекодировщики или кодировщики xv d4 psp 70 мы уже говорили об этом есть на нашем канале видео но один подписчик вот буквально неделю назад сказал что есть еще один типа крутой тоже видеоконвертер называется он в со видеоконвертер вот собственно у него сайт ссылка будет также под видео и типа он нас достаточно лучше как он говорит конвертирует что же мы это сейчас проверим я на самом деле не знаю будет он лучше хуже то есть мы сейчас проверим то есть у меня есть видео которое уже отконвертированы а именно xv и сейчас выезд то есть я и уже скачал сейчас мы ее поставим немножко смущает именно на этом сайте одно то есть можно скачать бесплатно и также купить за 39 99 долларов ничего я не нашел по поводу того то что на самом деле это платное приложение или это триал или еще что то то есть абсолютно ничто не указывает именно на это то есть я думаю это все будет в процессе установки что собственно мы сейчас и сделаем то есть мы сейчас будем устанавливать то есть 70 мегабайт я уже скачал есть скриншоты есть поддерживаемые форматы то есть форматов достаточно реально много ну и конечно же аппаратное декодирование то есть системные требования то есть десятка 8.1 восьмерка семерка висты xp 32 и 64 битная без проблем также есть еще помимо конвертации есть специальные функции для тонкой настройки то есть это обрезка вырезание объединение файлов поворотов римс аудио эффекты поддержки то есть это уже как бы более менее полуфункциональный а именно редактор ну и конечно же аппаратное декодирование то есть у кого связка intel и nvidia то есть для этих пользователей это будет вдвойне приятнее то есть это будет все происходить до трех раз быстрее как написано у производителя ну что же давайте не будем томить установим собственно программку вот это видосики которые подготовил уже вот собственно сам файлик как я еще раз говорю он весит 70 мегабайт ставим собственно русский без проблем и нажимаем далее как говорится все на русском пожалуйста все устанавливается также как мы будем создать значок на рабочем столе создать значок панель быстрого запуска ну я как бы уберу меня на рабочем столе достаточно ради интерес как раз мы сейчас приведем то есть у нас есть видео кусочки то есть я снимал это на камеру так ну что то он туда обратился опять нажимаем далее ну и конечно же запустить то есть завершить и запускаем этот редактор ну вот как я и так и думал собственно дать возможно создаться программ без каких-либо ограничений че 70 дней после период длительности конвертации будет ограничено 10 минут и требуется подключение к интернету ну вот я так и думал что вот на самом деле она то платная то есть который подсоветовал на самом деле оно все платное то есть даже вот не знаю но собственно неважно на просторах интернета можно найти как это все сделать собственно как ввести и так и далее мы пока попробуем и в реале на самом деле посмотрим как же это все таки происходит вот нигде не написано вот наши видосики то есть есть снимала камеры sony то есть вот видео там допустим файл мтс то есть x-вид ее преобразовал в 238 мегабайт собственно и здесь 459 то есть в два раза окей давайте попробуем перенести этот же файл сюда здесь все это будет делаться окей то есть как здесь собственно сразу можно сделать то есть мы здесь сразу видим наш ампек то есть 25 fps то есть разрешение 1920 на 1080 которым я снимал 2 минуты 47 и как вот он сразу говорит 292 мегабайта и качество видео очень хорошее то есть возможно на самом деле то он и будет хорошо но будем все это смотреть это надо смотреть нам мп4 во первых нужен и нам нужно и вот этот формат хотя можно вот этот аж 264 мне кажется он будет лучше 260 мегабайт давайте разные посмотрим именно мп4 как он нам остальные покажет ну просто ради интереса 290 чтобы вы как бы были понимали вообще стоит это вообще делать или нет 290 собственно то же самое и самый нижний он получается 260 ну что ж давайте нажмем во первых старт так еще куда у нас будет кидать вот опять тоже непонятно куда он будет эти файлы сохранять вот я не вижу наверно общие настройки какие-то водяной знаки дал здесь можно добавить собственно программа так интересно опять-таки она платы то есть надо 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 что-то делать ну что ж давайте нажмем старт пусть у нас идет обработка и пока идет обработка я хотел бы вас познакомить с одним человеком то есть если вы реально хотите стать системным администратором то есть заниматься серверными продуктами microsoft я вам советую подписаться на канал собственно я руть канал посвящен найти технологии и также серверным продуктам microsoft частности ведет и конечно же действующие microsoft мвп и сертифицированный тренер руть илья на канале много обучающего видео по таким системам как и change лун skype шарипойнт ну и конечно время от времени выходит видео конечно по темам обучения и конечно же карьеры ссылка на канал будет под видео так что советую подписываться реально как бы сказать тренер существующий microsoft рассказывает все очень подробно никакой воды реально только все самое классное все как говорится самые горячие штучки только на его канале именно по серверным версиям microsoft подписывайтесь не пожалеете ну что ж мы вернемся к нашим к нашей программе и как мы видим здесь идет обработка здесь также можно смотреть вот что-то я тут показываю как раз это китай канал этот обрабатывал снимал и идет по времени вот если честно время то же самое для кодирования но у меня сейчас режим режим кодирования cpu nvidia куда-то потому что у меня реально связка intel и nvidia у меня может чуть-чуть побыстрее идет если у кого не видео или intel то есть не подходящие собственно как бы системные требования под эту программу она будет чуть-чуть помедленнее и реально но может она и лучше может она и хуже я считаю что это где-то 50 на 50 но вот даже звуковой то что операция девушка говорит нам то что операция завершена успешно очень интересным а да она какую-то свою папку все-таки есть где-то настройки давайте посмотрим свойства именно нашего вот этого видео и посмотрим свойства которые у меня обработалась программы x-видео то есть мы сейчас их сравним давайте посмотрим то есть смотрим а по ширине и высоте кадров все одно и то же скорость передачи данных немножко отличается помимо того здесь 25 кадров в секунду у меня уменьшил меня 50 кадров в секунду это намного лучше по звуку то есть все делалось по умолчанию то есть можно настройки конечно это все сделать все сделать по-другому по звуку здесь конечно стоит 92 чуть-чуть побольше 2 сериум и как бы и все fps и так у нас он здесь не покажет таких вот прям сильных настроек здесь нас нету да к сожалению здесь у нас нету то есть мы здесь fps как бы не увидим реально сколько здесь есть но я хочу сказать что частота кадров все-таки 50 и частота 50 кадров и 25 кадров в секунду это очень о многом говорит то есть мне кажется собственно это достаточно вот она fps это и есть сейчас маленько задумался это и есть 50 кадров в секунду так что я считаю x-видео все-таки лучше потому что она во первых абсолютно бесплатная она развивается по частоте кадров fps она лучше делать но есть одно но она просто конвертирует то есть если мы хотим что-то еще повырезать конечно я советую вот эту программку да то есть мы ее можем спокойно найти на простых интернета как и пользоваться постоянно тоже это можно все это найти это тоже все решается без проблем не знаю правда где они не спрашивайте но это реально решается я думаю так что но как собственно я сам представитель бесплатных продуктов или что-то платное то я покупаю то я все таки советую xv d4 psp 70 кстати версия обновилась немножко чуть-чуть и все у них пока августу 2015 и больше нету то есть ну наверно денег нет на развитие проекта все-таки это нужны деньги ну что ж так что мы с вами посмотрели разные конвертеры пока я остаюсь на xv на этот я не перехожу возможно в будущем но посмотрим у меня как бы для редактирования есть отдельная программа которая у меня куплена я как бы не парюсь в этом отношении а если кому-то надо то есть здесь как мы видим а есть дополнительные функции то есть разные усиления аудио функции обрезки настройки интерфейсов то есть это полноценный уже редактор поэтому он столько-то и стоит собственно говоря то есть где-то на наши деньги две триста вот ну что ж на как бы для сравнения я думаю достаточно еще раз напомню для как говорится будущих системных администраторов советую подписаться на канал рутелли то есть ссылка под видео подписывайтесь ну и конечно же если вам нравится мое видео подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и до скорых встреч до свидания спасибо за субтитры сделал DimaTorzok спасибо за просмотр! Продолжение следует...